Вновь на первом месте. Гомельский ВРЗ вернул себе лидерство чемпионата Беларуси по мини-футболу. Каратэ по нарастающей. Открытый кубок Гомеля 2016 собрал более 700 участников. В бой идут новички. Гонбольная дружина Гомель-2 принимала гостей из столичного Витязя. Состоялись поединки 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Гомель с желдор-транс неожиданно проиграл в гостях у светлогорского химика. 1-3. Эта неудача отодвинула подопечных Павла Кречина на четвертую строку турнирной таблицы. Футбольный клуб Гомель, который наряду с Могилевским Днепром уже обеспечил себе прописку в элитном дивизионе, на своем поле разошелся без голевой ничьей со Сморгонью. 0-0. Кстати, в следующем предпоследнем туре первенства две гомельские команды сыграют между собой. Матч состоится в субботу, 29 октября. А тем временем чемпионат Беларуси по мини-футболу только набирает обороты. В понедельник поединками в Минске и Гомеле завершилась программа восьмого тура. В матчах, состоявшихся в выходные, трое представителей нашего региона, БЧ, Агрокомбинат Южный и ЦКК, потерпели поражение. Последняя надежда возлагалась на ВРЗ, который не так давно разгромил в гостях чемпиона страны Лид Сельмаш. В этот раз вагоностроители принимали гостей из Микашевичского гранита. Игра пошла не сразу. Почти полтайма ушло на разогрев. Соперник, во-первых, для нас он такой неудобный. Если взять статистику по прошлому сезону, из двух игр мы сыграли в ничью и проиграли. Вот поэтому настраивались очень серьезным образом. Знали, что команда грамотная, обученная. И что будет... готовились к тому, что будет тяжелая игра. Счет был открыт под занавес восьмой минуты. Капитан Хозяев ввел мяч из аута на Рябцево, и тот с шести метров пробил вратаря. Спустя еще пару минут мяч снова оказался в воротах гостей. Удар клочко с угла голки перпарировал, но на добивании не оплошал Селюк, вколотивший снаряд под перекладину. На пятнадцатой минуте преимущество вагоностроителей доросло до разгромного. Прострел Гусельникова с правого фланга достиг цели. 3-0 стало итогом первого тайма. Немножко мы, знаете, в яме небольшой попали. Сейчас не можем никак выкарабкаться. По большому счету эмоционально команда пустая. Мы вроде играем, но как-то желания нет. Я не могу никак их встряхнуть. Не могу найти точку эту, на которую надо нажать. Буду искать. Вероятно, поиски точки для нажима начались уже в раздевалке. Так как на второй тайм футболисты гранита вышли с явным запалом. Пять минут прессинга сделали свое дело. Шабан смог, наконец, распечатать ворота хозяев. Но, как оказалось впоследствии, это был гол престижа, на который ВРЗ ответил еще тремя. Добился своего клочко в одно касание, замкнувший навес Селюка с линии аута. Затем гол красавица оформил капитан вагоностроителей Григорьев. Удар был настолько сильным, что Микошевичский защитник предпочел увернуться от мяча. Чем, собственно, оказал вратарю и команде «Медвежью услугу». 5-1. Вскоре гости предсказуемо сняли вратаря и стали играть с пятым полевым. Но и это им не помогло. Наоборот, усугубило. Хозяева сумели перехватить мяч, и Шамли установил окончательный результат. Издалека перебросив защитника, даже несмотря на то, что тот подпрыгнул. 6-1. Очередная крупная победа подопечных Анатолия Яновского. Узнали, что будет тяжело, потому что играли четвертый день после игры с чемпионом «Литсельмаш». Та игра выдалась очень эмоциональной, энергозатратной. Поэтому, может быть, в сегодняшней игре где-то не хватило каких-то скоростей. Но, тем не менее, сделали результат. Это было важнее всего. Важным итогом последних двух игр стало и то, что ВРЗ вновь вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко. Действующий чемпион «Литсельмаш» идет вторым, отставая на 3 балла. Далее по убывающей с интервалом в 1 очко идут «Столица», «Дорожник», «Мопит» и «БЧ». В Гомеле состоялись открытые соревнования по карате «Гомеле Open Cup 2016». Турнир международного уровня собрал под сводами манежа «Динамо» спортсменов из четырех стран. Участники разыграли в общей сложности 53 комплекта наград. Соревнования прошли по правилам Всемирной Федерации карате. Это тот самый вид, который включен в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Нынешний «Гомеле Open Cup» поразил своим масштабом. Посоревноваться собрались более 700 спортсменов. Гости приехали из всех регионов Беларуси, а также различных городов России, Украины и Азербайджана. Участники выступали одновременно на четырех татами. А ведь когда-то все начиналось с обычного первенства города Гомеля. Но со временем турнир значительно вырос и обрел новый статус. В этом году он прошел уже в восьмой раз и вновь подтвердил высокий интерес к себе со стороны многочисленных гостей. Многие здесь уже не впервые. Вот именно организация турнира. То есть довольно хорошее судейство, что самое главное на соревнованиях. То есть в основном не хотят приезжать на соревнования повторно из-за судейства. То есть если плохое судейство, никто уже не хочет дальше ехать. Здесь хорошее судейство, адекватное. Также очень хорошая конкуренция. Соревнования проводились по правилам ВКФ. Именно по ним через четыре года каратисты впервые будут соревноваться на Олимпиаде. Напомним, в августе этого года было решено включить каратэ в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Велась длительная работа для того, чтобы каратэ стал Олимпийским видом спорта. И проводилась работа по отработке правил. Прежде всего это безопасность. У спортсменов, даже у взрослых, у них ограниченный контакт с лицом. Одеваются средства защиты, жилеты, накладки, протекторы ног. У детей контакт с лицом запрещен в принципе, в корпус контакт дозированный. Опять же, задача многих соревнований, в том числе и этого, в том, чтобы медицинский персонал, который у нас здесь есть, оставался без работы. Бойцы состязаются в двух основных дисциплинах. Кумите, то есть, собственно, поединки и ката. Ката – это выполнение комплекса формальных упражнений. Здесь нет как такового боя, однако ката является частью системной подготовки спортсмена-каратиста. По сути, ката – отдельный вид спорта. Он включен в единую спортивную классификацию и также будет представлен в программе Олимпийских игр в Токио. Кстати, за год до них, в 2019-м, столица Беларуси, Минск, примет европейские игры. И они также не обойдутся без карате. Выступят ли там спортсмены Гомельщины, покажет время. У нас есть представители Гомельской области в списочном составе национальных команд. И, вероятно, скажем так, полагаем, что будет возможность, что у кого-то из гомельских спортсменов будет олимпийская лицензия. Тем более, задача уже была озвучена в управлении спорта Гомельского облсполкома. На Гомеле Open Cup 2016 практически не было ограничений по возрасту. Выступали спортсмены от 6 лет и старше. Многообразие возрастных и весовых категорий плюс деление на дисциплины в итоге было разыграно 53 комплекта наград. В общекомандном зачете лидировали представители пинского городского клуба карате «Эдельвейс». Второе место заняли гости из России – бойцы Орловской спортшколы «Орел Кара». Замкнула тройку призеров команда с дюшор номер 2 «Динамо» города Минска. Сборная Гомельской области, состоящая из четырех клубов, в итоговом протоколе расположилась на 13-й строке. В копилке личных достижений каратистов Гомельщины 11 бронзовых медалей, 4 серебряные и 1 золотая. Победителем в индивидуальном комитете среди юношей 8-9 лет в весовой категории плюс 34 стал Дмитрий Хомченко. Далее о гонболе. Состоялся ответный поединок второго квалификационного раунда женского кубка ЕГФ между румынской Донерией и командой Гомеля. Напомню, в первом матче подопечные Томожа Чаттера на домашней площадке проиграли румынкам с разницей в 12 мячей. Не удалось победить и в Румынии, однако на этот раз счет не такой разгромный. Донеря выиграла 26-22. Что касается мужской дружины Гомеля, она в рамках чемпионата Беларуси в гостях сразилась со своим главным конкурентом Минским СКА. Гомельчане потерпели досадное поражение, уступив всего один мяч 29-30. Тем временем в областном центре состоялся поединок чемпионата страны во второй группе. Благодаря чему мы познакомились с недавно образованной второй командой Гомеля и довольно интересной дружиной столичного Витязя. Гандбольная команда Гомель-2 образована только в нынешнем году. Ребятам по 16-17 лет. Фармклуб, как водится, является кадровым резервом для основной дружины. Витязь же куда более взрослая и опытная команда. Не мудрено, что гости приехали в Гомель заведомо в статусе фаворитов. Кстати, соперники уже встречались друг с другом в Минске в самом первом стартовом матче чемпионата во второй группе. Тогда столичные гандболисты выиграли с разницей аж в 21 мяч – 41-20. На этот раз Витязи хоть и ожидаемо завладели инициативой, однако так далеко гомельчане их уже не отпускали. Например, первый тайм завершился со счетом 11-22. Чувствуется, конечно, динамика. Даже играя с первой игры, таких грубых ошибок не допускаем. И начали в нападении пожёстче играть, игру на себя больше брать, не смотрим друг на друга. А так, в принципе, работаем, тренируемся. Теперь подробнее о сопернике. Витязь – полупрофессиональный гандбольный клуб. В его составе две команды. Первая, которую мы видим, играет в чемпионате Беларуси, вторая – в первенстве Минска. Старшая дружина в прошлом году почерпнула опыт выступления в Балтийской лиге. Посему сейчас, во второй группе белорусского чемпионата, минчане особых проблем не испытывают. Здесь они лидируют и рассчитывают вскоре подняться в верхнюю пятёрку. Гомельская молодёжь из пяти проведённых матчей выиграла пока только один. Но и с этим результатом подопечные Алексея Гоменко сейчас занимают третье место в своей группе. Что касается данного поединка, то завершился он со счётом 30-40. Игра понравилась. Гомельская команда вторая, мне кажется, перспективная. Перспективная будет через год-полтора-два. То есть ребята по 16 лет, несмотря на такой ранний возраст, уже чувствуется, что у них есть какая-то техника поставлена, есть понимание игры, ещё немножко не хватает силы. Но, тем не менее, очень понравилось то, что они сыграли до конца, они боролись, бежали до последней минуты. Думаем, что у Гомельской команды в будущем, в ближайшем второй команде, всё получится. Я думаю, что первая команда Гомеля однозначно двух-трёх игроков из этой команды получит сильных. Я не сильно доволен самой игрой. Были положительные моменты, так же, как и отрицательные. Но вы сами видели, ребята ещё молодые, играли против опытных игроков. Опыт, конечно, сказывается. И в защите где-то не понимали ещё, что делали. А так, как бы, в принципе, я ожидал немножко лучшего. Тем не менее, прогресс налицо. Разница мячей говорит сама за себя. 21 в первой игре против 10 во второй. Так что, будем надеяться, Гомель-2 ещё окрепнет и заставит с собой считаться. И не исключено, что уже в нынешнем сезоне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таков он вручил юбиляру высшую награду города – почётную грамоту горосполкома. Поздравил Леонида Григорьевича и начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Денис Езерский. Пожелания звучали также от глав администрации и депутатов. Творческие подарки вручили коллективы и исполнители областного центра. В этот день собравшиеся вспомнили главные вехи биографии юбиляра, его достижения и награды. И на сегодня о спорте всё. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Сергей Негиревич. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова